This conference will now be recorded. И несколько человек, которые меня, наверное, еще и не слышали, не знают. Меня зовут Сидора Валентина Владимировна. Я являюсь преподавателем центра специалист. Здесь уже работаю 13-й год. До этого 18 лет в школе отработал учитель математики и информатики. Соответственно, педагогический институт, специализация. Видите, какая. В центре преподаю курсы Word, Excel, PowerPoint. Excel до шестого уровня, кроме четвертого, пятого, потому что это макросы особенные. Ну и, соответственно, Word обычно второй уровень, первый почти не ставят уже. И, соответственно, PowerPoint первый, второй. Являюсь сертифицированным тренером Microsoft с 2013 года. Постоянно подтверждаю статус либо эксперт, либо мастер, в зависимости от того, какие сертификации Microsoft предоставляет. Word, Excel и PowerPoint, соответственно, в этих направлениях. Также несколько статей выпустила с 2018 года. Где-то статьи, наверное, 10 справочники секретаря референта в журнале. По этим же направлениям. Естественно, немножечко о нашем специалисте. Вы все уже почти у нас обучались. Все наши специфику знаете. Наш курс. 30-й год работает на рынке образовательных услуг. Более миллионов, наверное, даже около полутора миллионов уже выпускников. Более тысячи курсов, преподаватели, классы. Все уже знакомы с этим. Наверняка рассказывать об этом не имеет смысла подробно. Чем мы с вами сегодня будем заниматься? Ну, во-первых, каждый, кто работает с Excel, впервые, открывая программу, сталкивается с тем, что у нас с вами есть объекты, это ячейки, столбцы, строки и так далее на листе. И каждый из объектов у нас имеет системные имена. Так вот, мы, кроме системных имен, этим объектам можем давать пользовательские имена. Зачем они нужны? Как их можно создавать? Какие символы нельзя использовать? Изменения, удаления имен в нашей книге тоже рассматриваем. Ну и, соответственно, как эти имена попадают в формулы. Вопрос. Как лучше подключаться к нашим данным? Через стандартное или системное имя или через пользовательское имя? Вот давайте посмотрим на нашу таблицу и просто подумаем о том, когда вы открываете чужой файл и видите в ячейке какое-то сообщение. Например, формула. Формула, которую я взяла из одного из наших заданий на третьем уровне. Кто-то уже его посещал даже недавно. И эта формула вам известна. Вот смотрите, некая функция, сумма, то есть функция суммирует данные, которые получены через вот такую сложную формулу, через функцию с мечтами и так далее. И та же самая формула представлена вот в таком виде. Сумма по стоимости заказов. Вот понятно, что информативно для нас будет вторая формула, второй вид. Хотя, если разбираться уже подробно с самой формулировкой решения задачи, то, конечно, разобраться при неком уровне подготовки лучше будет через первую формулу. Зато по диапазонам и по константам, по ссылкам на ячейки. Некая ячейка, лист курса ячейка B2. Непонятно, что там находится. Пока не заглянете на лист, не посмотрите в эту ячейку. И либо имя курс доллара. Вот это имя сразу будет понятно, что мы с вами сюда подставляем курс доллара откуда-то. Ну и так далее. То есть выбор, если у вас есть возможность и необходимость более понятную формулу написать, наверное, лучше склоняться к пользовательским именам, хотя здесь спорная ситуация. Кому-то нравятся обычные ссылки, кому-то нравятся именно именованные. Давайте посмотрим на это уже со стороны практики. Итак, зачем нам нужны имена? Кроме того, что формула будет более читабельная и понятная, нам имена будут нужны еще для быстрого поиска, быстрого перехода к каким-то объектам. Например, к ячейке. Например, некий лист с данными. То есть он у меня сейчас будет пустой, но это не совсем важно. И на этом листе, например, в ячейке под номером каким-нибудь интересным FGH23000 находится какое-то значение, которое для нас очень важно. Вот если вы этот адрес знаете и помните, вы можете поступить следующим образом. Ввести вот так, как я сейчас, адрес ячейки, нажать на Enter, и Excel вам эту ячейку предоставит. Вот она она. Давайте я ее покрашу желтким цветом и напишу сюда какой-нибудь вариант суммы. И, допустим, эта ячейка какой-то итог, который вы постоянно должны отслеживать. Работаете вы в других файлах, работаете вы на других листах текущего файла. И в какой-то момент времени вам нужно заглянуть в эту ячейку. Так вот, что же мы с вами делаем? Мы идем на указанный лист и начинаем либо крутить мышку, но представьте, сколько долго я буду крутить эту мышь, либо я вспоминаю, какой же у меня это был адрес ячейки. Сейчас бы еще вспомнить. Так, 23, по-моему, да, тысяча? Сал. Ага. Ой. Понятно. Английский язык. Сейчас, секундочку. Так. FGH 23000. Но сколько же раз я буду это вводить? В какой-то момент времени я этот адрес просто могу забыть. Что же нам с вами поможет быстро обращаться к этой ячейке? Я могу встать. Первый раз дохожу до этой ячейки, в нее встаю, и вместо этого системного адреса пишу некое свое пользовательское имя, понятное мне и понятное всем, кто будет работать. Например, это у меня будет итог. Петербург. 2020 год. Так. О том, что можно, чего нельзя, мы поговорим чуть-чуть попозже. Вот сейчас я попыталась написать то, что мне хотелось. Нажимаю на Enter, а мне программа говорит, а так делать нельзя. Вы что-то сделали не так. Какой-то недопустимый символ ввели. На самом деле, я ввела символ минуса, хотя хотела поставить нижнее подчеркивание. Так. Попытка номер два. Итогом. Или итог. Нижнее подчеркивание. 2020 год. Жмем Enter. И вот тогда все в порядке. Программа это имя запомнила. То, что запомнила, говорит присутствие этого текста в поле имя. Ну, теперь я ухожу в любое другое место, на любой другой лист. Хочу открыть итоговую сумму. Открываю список в поле имя, выбираю итоговую сумму. И вот она мне, этот чек показывается. Быстрый переход к каким-то важным для вас ячейкам можно организовывать через вот этот поиск. По полю имя, по названию, по пользовательскому имени. Если я хочу, допустим, какой-нибудь диапазон подтянуть. Например. Например, мне нужно какой-нибудь список заказчиков. Есть он у меня где-нибудь на отдельном листочке. Вот в таком виде. Я хочу к нему быстро обращаться. Точно так же я могу выделить этот диапазон, дать ему имя, например, заказчики. Enter. И опять же, находясь в любом листе, в любой ячейке, открыв поле имя, могу выбрать заказчики и попасть на этот диапазон. Но это еще не все. На втором уровне мы рассматриваем на Excel 2. Мы рассматриваем создание списков выпадающих. Я могу вот это имя в качестве источника для выпадающего списка на любом другом листе. Например, иду на тот же лист данные и хочу вот в этой чеке создать список моих заказчиков. Так как имя уже существует, я буду действовать следующим образом. Открываю окошко на вкладке данные проверка данных или data validation, если английская версия. Говорю о том, что мне нужно создать выпадающий список. Теперь по поводу источников. Вот если бы у меня не было имени, я бы пошла аж куда? На нужный лист, искала бы нужный диапазон и, соответственно, там бы выделяла. Сейчас я просто пишу равно заказчики главное ошибку не допустить. Но как это сделать правильно, я потом вам тоже расскажу. Нажимаю на окей и смотрите, вот он выпадающий список. Соответственно, все заказчики, которые у меня там есть, подтянулись. Мне не надо ходить на другой лист. Мне не надо искать этот диапазон. Мне достаточно знать его имя. Теперь именовать мы можем не только ячейки и диапазоны, именовать мы можем с вами некие константы или результаты каких-то вычислений. Например, у меня на листе заказа есть колонка, которая называется цена с НДС. И мне нужно из этой цены как бы вычленить этот НДС по нашим с вами правилам смотрю у меня 2018 год. В 2018 году у нас с вами НДС был 18%. Чтобы мне посчитать, мне нужно было сделать следующее. Взять цену с НДС. Я бухгалтерский вариант решения сейчас показываю. У них вариант выглядит так. Умножить на 18 разделить на 118. И получаем вот какое-то значение. почему я говорю, что бухгалтерский вариант? Потому что чисто математически эта же формула должна выглядеть немножко по-другому. Она должна выглядеть вот таким образом. Разделить на 118, то есть узнать долю 1% и умножить на эти 18. Хотя результат будет одним и тем же. Так вот, представьте себе, что вы этот НДС вычленяете на многих листах и во многих колонках в вашем файле. И вот эту формулу нужно постоянно прописывать, прописывать, прописывать. Что же можно сделать? Мы можем вот эту формулу 18 дробь 118 проименовать как, допустим, НДС и дальше в качестве имени, вернее, с помощью имени НДС эту формулу прописывать. В отличие от именования ячеек и диапазонов, когда мы могли просто встать и написать в поле имя или выделить диапазон и написать в поле имя, мы константе не можем таким образом присваивать значение, потому что этой константы реально в файле не будет. Поэтому кстати, будет здесь маленький новый момент для тех, кто уже с данной темой немножко знаком. Мы что делаем? Мы идем с вами на вкладку формулы. На вкладке формулы есть специальная группа, в которой называются определенные имена. Здесь разные варианты создания имен, использования в формулах и, соответственно, возможность редактирования и удаления имен. Так вот, одно из инструментов этой группы называется задать имя. В моей версии в 365 задать имя, в остальных версиях это присвоить имя. То же самое можно сделать через правую кнопку для любителей. Там тоже будет команда присвоить имя. Находиться вы можете в любой ячейке. Так вот, задать или присвоить имя предполагает, что если рядом с вашей ячейкой есть какая-то текстовая слева, справа, сверху, снизу, он это имя будет пытаться нам предложить в качестве названия нашей ячейки или диапазона. Вот здесь мне нужно будет написать самостоятельно, что это у меня будет НДС. Область действия. Область действия, это где имя можно будет использовать в формулах. Здесь два момента. Это либо вся книга, либо это может быть любой лист в текущей книге, который сейчас существует на данный момент. В чем особенность? Книга, соответственно, ну понятно, на любом листе вы можете подтягивать это имя, а вот если вы выбираете конкретный лист, то НДС с нужным значением будет работать только на текущем листе, а остальные листы этот НДС видеть не будут. не буду. Ну, обычно мы работаем с тем, что область действия, область применения вся книга. Примечания это некие комментарии, если хотите, вы можете написать, например, можно писать, что это формула, которая будет, допустим, там, вычленять НДС из суммы, которые НДС уже содержит. А вот теперь новое. Диапазон это либо ячейка, либо ссылка на несколько ячеек в диапазоне и вот как раз здесь мы будем писать вариант нашей константы, то есть это будет у нас с вами равно 18 разделить на 118. Программа сама посчитает результаты, этот результат будет использовать в качестве ссылки на это имя. Итак, НДС область действия книга и в качестве диапазона это ссылка на константы. Окей. Что нам это с вами дает? Вот если у нас цена с НДС есть, мне нужно вычислить размер НДС, я буду здесь писать цена в рублях с НДС, ну и дальше мне нужно будет умножить на что? На вот это имя НДС. И вот они наши значения. Дальше остается только скопировать. То есть вот это значение НДС, которое включено вот в нашу цену. Если мне нужно будет посчитать стоимость с НДС и в том числе НДС высчитать, со стоимостью здесь все понятно. Мы берем с вами количество, умножаем на цену с НДС. количество умножить на цену с НДС. Завершаем, копируем. Теперь в том числе НДС. Конечно, можно было бы сделать по старинке. Взять количество, умножить на нашего в том числе НДС. Но мы с вами поступим точно так же, как с ценами. То есть мы возьмем стоимость и умножим на значение, которое получается через имя НДС. Вот эти наши 18 деленные на 118. Вот это наши суммы. Вот. Итак, имя НДС присвоено значению 18 делить на 118 и оно запоминается программой для всех ячеек в данной книге. спокойно можно использовать для работы. Если мы захотим узнать это значение или поменять, значит, мы пойдем с вами через диспетчер имен в список. Об этом чуть-чуть попозже. Итак, мы посмотрели, как создаются имена ячеек, вернее, для чего используются имена диапазонов и как можно именовать константы или результаты вычислений. теперь по поводу способов создания имен. Посмотрели два, ручной и, можно так сказать, полуавтоматический. Ручной способ у нас с вами заключается в том, что мы встаем в ячейку или выделяем диапазон и в поле имя пишем название будущее, то есть пользовательское имя, и когда мы работаем с ручным способом, мы должны с вами знать, какие правила, что можно использовать в именах, чего нельзя использовать, какими имена могут быть, какие имена не могут, какие фразы не могут быть именами. Вот, и давайте мы об этом тоже с вами поговорим. Итак, правила, что можно, какие символы можно использовать в именах. Ну, во-первых, это могут быть любые буквы, как кириллица, так и латиница, ну, то есть по-нашему русские и английские. Это могут быть любые цифры, цифры, ну, то есть от нуля до девяти, соответственно. Теперь по поводу символов. Символы, которые можно вводить с клавиатуры, допускаются только нижнее подчеркивание, точка, значок обратной деления, мы его называем бэкслэш, и еще некий символ, о котором в литературе редко говорят, но мы, как русские люди, его, в принципе, можем использовать. Это значок номера. Все остальное, то, что вводится с клавиатуры, это скобки, точки запятые, двоеточие, кавычки и так далее недопустимы в именах. Поэтому давайте мы попробуем несколько имен попридумывать и порассуждаем, можно или нельзя. То есть имена, которые можно, или тексты, которые можно использовать в качестве имени, и тексты, которые нельзя использовать в качестве имен. вот этот перечень я чуть-чуть попозже еще дополню. Итак, можно использовать буквы кириллицу и латиницу. То есть я могу написать любое слово, ну, например, количество, Ох, количество. Но не могу написать фразу, допустим, количество штук. В данной фразе у меня есть два недопустимых символа. Это значок минуса, мы его сегодня видели, что программа мне не дала его использовать. И еще пробел. Если мне нужно именно так проименовать, значит, нужно написать, например, полво, нижнее подчеркивание и штуки. Так вариант. Далее. Мы можем использовать цифры, но то, что я еще не написала. Цифры должны идти обязательно после либо буквы, либо одного из вот этих четырех символов. То есть начинаться с цифры имя не может. Это значит, что если я напишу имя, например, год, нижнее подчеркиваем 2020, то это имя можно будет использовать, если я захочу написать 2020 год, то вот это имя нельзя, этого имя использовать нельзя. Маленькая хитрость. Если перед двойкой поставить знак нижнего подчеркивания или точку, то тогда эту фразу можно будет использовать в качестве имени. Далее. Есть маленький хитрый вопрос. Как вы думаете, можно ли будет написать имя. Сейчас я два варианта напишу и напишу их рукой, чтобы вам было понятно. Так, смотрите, я хочу одну ячейку назвать курс доллара со значком доллар. Здесь будет нижнее подчеркивание. и второй вариант. Хочу назвать ячейку курс нижнее подчеркивание евро. Подумайте, пожалуйста, и кто смелый, напишите в чат, какое имя можно использовать, какое нет. Я сейчас эту запись сфотографирую, чтобы было возможно проверить. И ставлю. Итак, вариант первый и вариант второй. кавычки тоже нельзя, с кавычками вообще нельзя. Так, второй можно, с евро, отлично. Так, тогда оба, оба нельзя или оба можно. Да, да, вот совершенно правильно отвечаете. Первый вариант, так как значок доллара, это символ, который можно ввести с клавиатуры через шифт-четверку, его использовать в качестве символа имени нельзя. а вот с евро это интересный моментик. Смотрите, с одной стороны, с одной стороны, значок евро можно ввести с клавиатуры. Если использовать маленькую хитрость, я ее очень часто рассказываю, возможно, большинство из вас уже знают. Если на английской раскладке написать скобочку, латинскую е маленькую, так, почему я русский, что ли? Так, ага, русский. И скобочку закрыть, итак, скобка е, скобка, а потом нажать на Enter, например, то у нас значок евро в ячейке появится. Но это не отдельная кнопка на клавиатуре, поэтому евро в качестве символов имени использовать можно, доллар нельзя. И можно даже проверить. Например, вот эту ячейку вот здесь я хочу назвать курс нижнее подчеркивание и значочек евро. Видите, имя запомнилось, все хорошо. Если я, допустим, вот этой ячейке захочу присвоить имя курс нижнее подчеркивание и поставлю значок доллара, программа выдаст сообщение об ошибке. Ну, обычно он реагирует на символы, которые используются в формулах в качестве каких-то разделителей, каких-то символов. Например, доллар у нас используется в качестве символа фиксации ячейки. поэтому естественно этот символ использовать нельзя. Так, замечательно. Значит, с помощью вот этих маленьких хитростей мы с вами узнали, что можно, чего нельзя. Кстати, еще нельзя использовать набор символов, которые уже являются какими-то именами, даже системными. Вот, например, вопрос опять же вам, как вы думаете, можно ли использовать вот такое имя? Для ячейки. Давайте покрупнее сделаю. Ага, Светлана, а почему? Да, конечно, ответ простой. Ячейка с именем FAN FAN20 существует в Excel. Вот она. Вы наверняка знаете о том, что так, вот она, FAN20, вот она. Вы знаете, что у нас с вами больше 16 тысяч столбцов и последнее имя столбца это XFD. Так вот, если три буквы латинские и число какое-то слитно вы пишете, то вы можете попасть просто в одно из существующих имен. Но вы знаете, что Excel просто сейчас вас выкинет на эту ячейку, чтобы вы увидели, что она существует. То есть промахнуться в принципе нельзя. Теперь идем дальше. Что касается полуавтоматического способа для ячейки или для диапазона ячеек. например, у меня есть таблица заказчики и есть несколько столбцов. Хочу, чтобы, допустим, список организаций у меня назывался название организации. Список почтовых адресов назывался почтовый адрес. Ну и вообще каждый из вот этих столбцов хочу назвать в качестве имени взять заголовок. То есть что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, выделить диапазон вместе с будущим именем и нажать на кнопку присвоить имя. Формула присвоить имя или задать имя. Программа первую ячейку будет использовать в качестве имени и здесь неприятность для нас. Неприятность заключается в том, что саму ячейку в этот диапазон, то есть ячейку H1 он тоже включит. Поэтому полуавтоматический способ здесь мне не подойдет. Мне придется исправлять размер диапазона. А теперь автоматический способ. Автоматический способ это или вкладка формулы определенные имена кнопка создать из выделенного или Ctrl Shift F3 на клавиатуре. и в данном случае если я использую тот же самый материал для задачи я выделяю с H1 по H33 нажимаю на кнопку создать из имени появляется диалоговое окошко в котором Excel предлагает первую ячейку то есть строке выше использовать в качестве имени для всех остальных ячеек. Сейчас мы в этом убедимся. Итак строке выше ОК и теперь если я имя выберу из списка почтовый адрес вы увидите что сама ячейка H1 выделяться уже не будет она использовалась причем в этом случае еще Excel с недопустимыми символами тоже сам разбирается он их заменяет на значок нижнего подчеркивания. Еще один плюс автоматический способ может проименовать все столбцы если вы хотите из заголовка взять имя. для этого я выделяю через Ctrl-A всю табличку и нажимаю Ctrl-Shift-F3 то есть второй способ предлагается снова взять заголовки и строк выше кстати в таком случае может еще флажочек появиться в столбце слева или в столбце справа или в строке ниже как программа распознает эти позиции то есть прямоугольный диапазон программа рассматривает со всех сторон если видит в данном случае что вся первая строчка является текстовой то загорается вот этот флажок в строке выше если бы он увидел что например последняя колонка вот эта была бы текстовой она у нас числовая поэтому никакой подсветки то тогда он бы поставил флажочек который называется в столбце справа ну и аналогично в столбце слева или в строке выше если в этих направлениях смешанная информация или просто числовая то вот эти флажки он никогда ставить не был в текущей ситуации нас устраивает вариант в строке выше поэтому жмем на ok и теперь у нас в списке появились еще новые имена вот это у нас полдиректора вот это у нас с вами колонка индекс ну и так далее насколько они вам реально будут нужны это будет уже зависеть от ситуации от того какие данные находятся в этой таблице и что вы собираетесь с ними делать теперь что делать если нам нужно что-то преобразовать там по-моему у кого-то микрофончик включился ребят посмотрите пожалуйста сами если нам нужно будет изменять что-то в именах диапазоны менять удалять имена и так далее то тогда нам с вами путь в крупную кнопку под названием диспетчер имен диспетчер имен или ctrl f3 на клавиатуре и так вкладка формулы диспетчер имен или ctrl f3 сейчас мы видим с вами на экране все имена которые я сегодня создавала в этом файлике их характеристики то есть имена перечень значений через точку запятой то есть вот они все значения которые есть диапазоны на листах область действия примечание если бы я написала в диалоговом окошке то тоже бы отразились и три кнопочки вверху создать изменить удалить ну создать понятно это новый вариант присвоения имени он соответствует кнопке задать имя или присвоить имя а кнопка изменить позволяет менять например например у нас вот где-то здесь был так какой-нибудь диапазончик так 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 ну например вот этот вот номер по порядку я хочу оставить только номер соответственно выбираю двойной щелчок или кнопка изменить поле имя могу что-то добавить написать обратите внимание что я не могу изменить область действия она меня она сохраняется при первом именовании и больше никогда не меняется и могу менять при необходимости диапазон то есть могу его делать больше меньше и так далее так изменила имя нажала на окей и теперь у меня просто номер давайте посмотрим что произойдет если я имя НДС поменяю напишу допустим НДС или там в том числе НДС выбираю перед НДС пишу в нижнее подчеркивание том нижнее подчеркивание числе и еще раз нижнее подчеркивание и нажимаю на окей в первом случае было хорошо мы имя изменили его еще нигде не присваивали не использовали сейчас я меняю имя которое было использовано на два раза форму и закрываю это окошко вопрос сейчас заключается в следующем а будут ли у меня сообщения об ошибках смотрите в первой и во второй колонке просто Excel автоматически переписал старое имя на новое никаких ошибок нет то есть если вы меняете имена или размеры диапазонов уже в тех именах которые использовались в формулах ничего страшного не произойдет но если я попытаюсь удалить это имя то тогда в моих ячейках с формулами получится решетка имя то есть с удалением очень аккуратно потому что это опасно хорошо если сразу заметили отмену можно нажать поэтому перед тем как решить удалять имена или нет нужно обязательно проверить а не использовались ли эти имена в формулах соответственно я сейчас спокойненько могу вернуться в диспетчер имен да сейчас так я расскажу и допустим вот эти вот имена через control выделяю и delete удаляю хотите удалить да хочу я знаю что эти имена нигде не использовались поэтому спокойно этот вариант применяю вот теперь по поводу именования диапазонов именования диапазонов то есть прямоугольных таблиц где несколько столбцов и строк вы именуете одним именем делается только вручную и часто это мы используем для того чтобы программа запомнила некий источник который мы будем использовать для каких-то формул обычно это всякие впр гпр индексы поиски позиций там и так далее пример мне нужно будет сейчас для указанного заказчика вытащить почтовый адрес и e-mail у меня есть таблица заказчики и в этой таблице и почтовый адрес есть и e-mail есть вот большинство из вас встречалось уже с функцией впр и знает что если мы возьмем источник таблицу которая начинается с критериального столбца с названием организации и захватим в эту таблицу нужные нам колонки они должны находиться справа то мы можем воспользоваться функцией впр для того чтобы найти нужные значения но сейчас сейчас мы с вами эту табличку источника сначала проименуем итак с названием организации то я до конца таблицы неизвестно какая информация мне еще понадобится выделяю кстати горячие клавиши если из какой-то от какой-то конкретной чеки до конца таблицы можно воспользоваться следующими сочетаниями ctrl shift зажимайте стрелочка вправо один раз стрелочка вниз можно использовать ctrl shift end но здесь есть опасность кнопка end она ищет последнюю использованную ячейку на листе и она может быть не окончанием нашего диапазона в данном случае тот и другой способ сработали так выделить диапазон начиная с организации заканчивая кодом и дальше в поле имя например я напишу что-нибудь что-нибудь о заказчике я просто заказчике уже именовала поэтому не знаю как он отреагировать а заказ щитки о enter и еще один момент я не буду сейчас рассчитывать как нам предлагают обычно посчитай какой номер столбца там содержится в этой таблице с нужной информацией я дам заголовкам этой таблицы имя а так и напишу заголовки на третьем уровне мы рассматриваем одну функцию я вам ее сейчас по секрету расскажу это функция которая по тексту указанному ячейке в одином диапазоне ищет его местоположение поиск позиций называется но некоторые из вас ее конечно уже знают итак смотрите моя задача в чем заключается я с табличкой поработала листик могу спокойно даже скрыть чтобы он никому не мешался никто этого ничего не видел имена работают во всех даже скрытых диапазон скрытых листах программа работает и теперь формула впр вертикальный просмотр мы будем искать с вами вот этого заказчика теперь смотрите я формулу буду писать сразу для всех вниз и для всех вправо поэтому вот эту чеку я буду фиксировать но опять же большинство из вас уже в курсе что если у нас данные копируются в двух направлениях формула имеется ввиду а исходные значения на которые мы ссылаемся находятся в столбце то мы должны будем зафиксировать столбец если у нас данные будут находиться в строке что будет у нас с вами с заколовками то тогда мы будем фиксировать строку фиксация смена фиксации у нас работает клавиша F4 то есть как относительную ссылку превратить в абсолютную знают все а вот о том что эта кнопочка меняет четыре вида относительную меняют на абсолютную полностью фиксированную а затем меняются на фиксированную строку и фиксированный столбец а потом все это обратно об этом знают только те кто у нас ходил на второй уровень ну или сами об этом где-то прочитали так вот столбцы мы фиксируем с вами через клавишу F4 нажимаем на нее три раза но это не обязательно читать считать вернее достаточно просто смотреть где будет доллар далее мы должны с вами указать таблицу а таблица у нас находится на скрытом листе но у нее есть особенное так вот последний пункт нашего с вами материала это как быстро и правильно имена использовать формуле первый вариант вы видели я просто НДС когда считал писал НДС все нормально второй вариант это кнопка использовать формула на вкладке формулы третий вариант клавиша F3 ну и соответственно первый это наш знакомый авто вариант автозавершения то есть вы начинаете писать имя если вы его забыли вот тогда вам поможет клавиша F3 со списком всех имен вот в таком виде или кнопочка использовать формуле с тем же списком но в виде вот уже такого контекстного меню так у меня таблица называлась о заказчике теперь номер столбца вот номер столбца у нас с вами зависит от заголовка и находится в строке заголовка в созданной таблице поэтому здесь мы будем использовать функцию поиск позиции искомое значение название нашего столбца фиксацию будем проводить по строке так как почтовый адрес email в первой строке единичку фиксируем теперь просматриваем массив где мы этот заголовок будем искать мы будем его искать в диапазоне под названием заголовки итак заголовок в заголовках остается поставить точность поиска у нас будет точное совпадение поэтому тип сопоставления будет ноль закрываю скобочку и у ВПР у нас осталась еще одна неуказанная позиция это интервальный просмотр то есть аргумент который тоже спрашивает а как селезнево вы будете искать как точно в списке здесь у нас снова ноль или точное совпадение вот на этом почтовый адрес для первой компании мы получили если скопируем вправо мы увидим email этой организации ну и соответственно при копировании вниз для всех остальных мы тоже получим актуальную информацию и если почитать вот эту формулку мы с вами видим что заказчика мы ищем таблицы о заказчике заголовка мы ищем заголовок мы ищем строке заголовков все достаточно понятно если давать правильные и корректные названия ну и плюс к этому если вы эту таблицу будете многократно использовать в качестве источника для каких-то данных то опять же имена это наиболее быстрый и оптимальный способ и последнее имена у нас с вами являются так называемыми трехмерными абсолютными ссылками на чеки и на диапазоны то есть трехмерные это потому что у нас с вами есть название листа название столбца и строки абсолютно это значит у нас с вами фиксированное поэтому в качестве источников для ВПРов ГПРов поисков позиций и тому подобное именованные диапазоны очень удобно использовать мы не выделяем каждый раз нашу таблицу не нажимаем на F4 в имени это уже все заложено вот на этом первая часть наш с вами будет заканчиваться маленькое резюме маленькое резюме что мы рассмотрели мы поговорили о том зачем нужны эти ссылки системные или пользовательские имена когда их удобнее пользовательские имена использовать в наших курсах на первом уровне мы знакомимся чуть-чуть с именованием ячеек вручную когда ячейки с другого листа мы даем пользовательское имя на Excel 2 имена могут использоваться как ссылки на диапазоны источники для функций ВПР и ГПР ну и также я со своими слушателями рассматриваю имена в теме проверка данных как источник для выпадающего списка но вот я вам сегодня показала вариант на самом деле на своем курсе я там еще дополнительно даю создание умной таблицы и потом именование и в этом случае у нас источник может саморасширяться при добавлении новых данных Excel 2 так как реклама была то есть семинар для рекламы 2 уровня у нас на самой нижней ступеньке фактически находится по изучению Excel многие из вас уже прошли гораздо дальше итак Excel 2 расширенные возможности дальше у нас идет 3 анализ визуализации где также мы можем применять имена и вот следующий семинар который будет 12 марта будет по теме пользовательские имена опять же против системных имен и там мы будем рассматривать имена для динамических диапазонов то есть не только на увеличение диапазона в качестве имени с именованным но и на уменьшение то есть если из источника будут удаляться какие-то позиции как программа должна отреагировать чтобы в выпадающем списке не было пустот например и еще показываю вот как на предыдущем слайдике как формулу какую-то крутую заменить именем и потом можно будет ее использовать в качестве ссылки например на применение агрегирующих функций суммированием поиска максимум минимум и так далее вот ну дальше у нас третий четвертый уровень это макросы кому-то нужны кому-то не нужны кто-то уже шестой уровень из вас прошел бизнес аналитика с использованием PowerPivot PowerQuery вот седьмой восьмой уровень это углубленное изучение соответственно PowerQuery PowerPivot ну и девятый уровень не так у нас давно повез но уже почти год работает курс Power BI для десктопных пользователей то есть это не полностью такой Power BI который бизнес аналитики крутые вещи делают но большинство действий тоже можно выполнять в десктопной версии кому будет полезен следующий семинар вы решайте сами если какие-то вопросы остались можете задавать или присылать на почту кстати бывает так что слушатели семинаров или моих групп присылают вопросы на основе которых мы потом делаем семинары то есть если какой-то интересный вопрос есть присылайте ну и маленькая рекламка телефоны центра вы все знаете на всякий случай я его прописала и если вдруг у кого-то еще есть необходимость или желание попасть на второй уровень приглашаю ко мне вот на эти даты это ближайшие курсы ну что мы почти уложились чуть-чуть задержались спасибо что вы к нам пришли задавайте вопросы присылайте их по почте счастливых выходных Татьяна на всякий случай да я еще один вариант выделения таблицы если вся таблица это ctrl-a или ctrl-a тогда выделяется вся таблица уже от начала и до конца скажите а как вы протяжку так быстро протяжку формулы ну да как будто прям в раз протянули ага смотрите это двойной щелчок то есть вы пишите формулу потом маркер ловите не тяните руками а просто дважды щелкайте раз-два и вся копия готова спасибо независимо от того насколько длинный у вас диапазон то есть и на миллион ячеек может так быстро размножиться так ага Марина спасибо всем остальным ну что я тогда запись отключаю если еще есть вопросы задавайте я пока с вами минут пять посижу если нет то еще раз до свидания приходите к нам на курсы приходите на семинары спасибо Продолжение следует...